Все дальше уходят события Великой Отечественной войны. Современные школьники знают о войне из книг, из документальных хроник, с уроков истории, из фильмов. Но кто может лучше рассказать о событиях тех лихих лет, как человек, который своими глазами видел, сознавал, ощущал происходящее. В рамках проектов мы этой памяти верны и встреча с интересными людьми, которые успешно реализуются в средней школе номер 3. В преддверии празднования 75-летия Великой Победы проводится акция «Живая память». К школьникам приходят свидетели войны, дети военных лет, которые рассказывают о судьбе своей семьи, которая стала сплетением судьбы всего Отечества. 17 марта в гости в школу пришла Сапронова Людмила Юрьевна. Она 18 лет проработала в этой школе учителем английского языка и МХК, поэтому школа для нее стала родной. Началась война. Латвия – одна из первых республик, которые попали под удар немцев. И начали сразу отправлять людей в эвакуацию. В основном, конечно, детей с мамами. Собираться, конечно, пришлось не очень долго, потому что времени было гораздо уже очень мало. И мы ехали в последнем уже в товарном поезде. Дорога была, можно сказать, голодающей. Потому что нас когда останавливали, если... То нам приносили кипяток, приносили по такому вот кусочку хлеба. Больше нам ничего не давали. Тут передачи, какие бои идут, и как сражается эта латышская стрелковая дивизия, тоже по радио передают. Понимаете, какие у мамы могут быть мысли после того, что она послушает эту передачу? Она, конечно, очень страдала. А потом, первый месяц, пока не было писем от папы, нам не выдали карточки. И пока не пришлют, в общем, документ, что там, или ранен, или что-то. Ну, карточки задерживали. Его тоже задержали. Ну, мама говорит, значит, убили. Вот убили, и все. И мама начала ходить, сдавать кровь. А кровь когда сдавали, вот определенное количество крови сдавали, вот она раз в две недели ходила, кровь сдавала. И там давали полбуканочки хлеба, и давали 100 грамм сахара. Это было в то время, конечно, сказочно много. Также в марте состоялась встреча с малолетней узницей фашистского концлагеря Валентиной Ивановной Шуваловой. Она живой свидетелей войны, наша историческая память. Валентина Ивановна рассказала детям о своем нелегком детстве, годы которого перечеркнула война. Ей было два года, когда началась самое страшное в истории «Человечество война. Великое Отечество». Забыть нам тяжкие люди, с годами их негатива. Каких талантливых людей ты на фронтах война убила. Подумать только тишина, а рай на сердце не остыла. Каких ты преданных война на веки землю божила. Вдали на склонах рубежей в атаке огненного гула. Каких ты любящих мужей. И никаких одних вестей. Лишь ты. Война за тура третья. Сколько-сколько же делить детей. Не родилось одних на свете. Ты. Ты. Бицелованных парней. Смертельной схватки обнимала. Каких ты нежных сновей. Матерей война добавила. В девочкам было немножко другое отношение. Их фашисты хватали. Затаркнули в дома. Развлекались с ними. А потом расстреливали. Фашисты выгоняли из домов местных жителей. И занимали их дома. Отбирали продукты питания. Отбирали теплые вещи. В деревне переходило и в руки. То не русские, то не фашисты. Там погрузили в товарные вагоны. И поезд погнали в Германию. И вот мы приехали. Попали в Германию. Он в лагере. Он в лагере. Это были в основном дети. Это была лаборатория. Где брали кровь. Первая возрастная группа, под которую попадала я. Это дети от 2 до 4 лет. В эту возрастную группу брали кровь. Кровь взятую у этих детей. Брали немецким офицерам и солдатам. В первом вермахтах, которые раненые лежали в госпиталях. Вторая возрастная группа, под которую попадала моя цена. Это дети от 4 до 10 лет. У этой возрастной группы брали спинно-мозговую жидкость. Они из нее делали лекарства. И это лекарство прикладывали гнойным ранам. Вот этим своим раненым запахом яблокам. Потом еще делали спинно-мозговую жидкость. Тоже лекарства. И тоже эволюбар. Он и делали, чтобы скорее это был как бальзам. И дети летели самолетами. Шли танки. И метель билась. Такой был грохот. Такой был шум. Мы настолько испугались с сестрой. Мы приезжали друг к дружке. Она только пришла. И мы плакали. Мы не знали, что это такое. Сколько это продолжалось? Полчаса, час, два, три. Нам показалось, что это целая вещь. И вдруг стало тихо-тихо. Самолеты пролетели. Танки прошли. И метель прекратился. И смотрим от скотного двора. Бежит к нам мама. Наша к нам. Мама, мама, мы так обрадовались. И вдруг опять метели в путь. И она на наших глазах падает без признаков жизни. И лежит. И под ней расплывается. Вы знаете, вот уже столько лет прошло. Все равно спокойно вот это даже не знать никак нельзя. Это же мама. Самый близкий наш человек. Мы с сестрой еще в ротче заплакали. Мы выходили из этого мараганда. И вдруг, через какое-то время, опять метель прекратилась. И вдруг к нам, в наш барак, заходит наш солдат русский. И говорит по-русски. Так, как с нами разговаривала только мама. И говорит по-русски. Война кончилась. Война кончилась. Как стопни прикладом быть в пленом уходе. Мы вас освободили. Это же наше освободение. И какое-то время прошло. Заходят нам солдаты, офицеры. Там много заходят. Меня берут на руки. Ой, какая девочка маленькая, беленькая. Руки меня целуют, обнимают. Ой, дети. Ой, в каких условиях, ребята. Дали нам тушенки, дали нам шквалию. И через какое-то время заходит наша мама. Мама живая. Вы представляете, какая это была радость. Маму сразу перевязали. Дали ей с собой медикаментов, бинтов, всего дали. И мы сразу шквали. Это проклятое место. И шквал победы, и шквал огня. Шквал счастья, радости и боли. Домой, 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 скорей домой. И ждут тебя, хлебнув военной тяжкой долей. Домой, шагая через всю страну. Пешком, по футками, по ромам. Возь вдовь и слезы. И без слух шагался до конституции дома. Война – это зло. Это горе. Это смерть. Ребята слушали рассказы о войне тихо и внимательно. Они понимали, что война – это была трагедия всего нашего народа. Нужно помнить о войне, о ее героях, участниках, детях. Такие встречи помогают школьникам узнать о Великой Отечественной войне, прикоснуться к историческому прошлому страны. И, несомненно, содействуют формированию патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова